Движение Искателей Бога представляет Да, я очень-очень рад быть здесь, как бы не планировал быть здесь, я ехал, у нас совсем другой повод был с Александром, мы должны были встретиться, Бог как бы хочет новые вещи делать какие-то, ну да, и как бы с утра приехал, Александр говорит, у нас вот такое вот служение, и очень рад быть здесь, потому что это не просто слова, с первых же минут, как я зашел сюда, как начал молиться, я не знаю, у кого как, как мы попали в поклонение, я сразу же почувствовал, что я на правильном месте, потому что очень сильное такое присутствие Бога было, я не знаю, как вы, но со мной Бог начал говорить, и это всегда так сладко, когда Бог говорит, да, это очень сладко, и я не знаю, я счастлив, что я попал именно сегодня сюда, все сразу Бог так готовит, и я говорю, Господи, если бы не за что было бы сюда лететь, только вот за эти минуты уже стоит просто приехать за столько километров, просто быть в общении в Божьем и улететь просто. Да, все, что происходит, я всегда удивляюсь нашему Богу, потому что куда бы я ни ездил, это будет Украина, Россия, Армения, Грузия, я не знаю, это арабские какие-то страны, наш Бог, он один и тот же, и везде ты чувствуешь его как бы помазание, ты чувствуешь, что он везде действует так же, как в других местах, он не лицеприятен, он не смотрит на лица, и это так сладко в действительности, я недавно опять просматривал, там, наверное, вы видели все, в Ютубе есть такое прославление Копской церкви, я не знаю, вы видели это или нет, египетской, там огромное количество людей, и просто идет прославление на арабском непонятном языке каком-то, но все равно дух такой тот же самый, и это так прекрасно, быть просто человеком, которого нашел Бог, и когда сегодня шло поклонение, молитва, я просто чувствовал, как бы мне приходили на сердце слова из Писания, что все мы призваны действительно, как Сергей говорил, в общение отца и сына в первую очередь, и Иисус две заповеди, Он сказал, самый главный, это возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, и всей душой, и всем разумением, как бы это общение с Богом в действительности, и второе, возлюби ближнего своего, как самого себя, и знаете, все, что сегодня здесь происходит, я просто так для себя, как бы опять-таки брал, Бог мне показывает эти вещи в последнее время, что когда мы общаемся с Богом, мы меняемся, и это изменение наше внутреннее, оно отражается на нашем общении с людьми, с нашими окружающими, и без этого Бог говорит, невозможно, если ты не любишь брата своего, значит, ты меня не любишь, и знаете, всегда вот такие вот моменты поклонения нашего, они всегда должны иметь как бы результат, и этот результат, это измененная наша личность, наша внутренность измененная, и тогда уже начинает это становиться явью, люди начинают видеть в нас Бога, и тогда уже начинаются, приходят те слова, что уже не я живу, но живет во мне Христос, и поэтому вот такие дни, такие моменты поклонения, они должны быть, это в самую первую очередь в жизни христиан должны происходить, потому что без этого мы сегодня с Александром по дороге говорили, как раз, знаете, бывает так, служители так заслуживаются, уже без Бога бегут куда-то там, впереди Бога бегут, и уже Бога-то нету рядом, а они еще все бегут, и поэтому вот все это держит нас в балансе таком, когда мы понимаем, что происходит, что хочет от нас Бог, и в действительности это очень прекрасно. Чем прекрасно? Я просто постоянно удивляюсь Богу, потому что, знаешь, Он призвал нас, очистил нас от греха, хотя мы не были достойны, но это показалось для Него недостаточным, Он еще призвал нас служение, Он еще видение дает, Он еще говорит нашу жизнь там вдаль, и плюс все это очень приятно, когда ты в Божьей воле, это так радует, это так прекрасно все, и поэтому это очень чудесно быть здесь, это привилегия, в действительности привилегия иметь общение с Богом. Но не забывайте, как Сергей говорил, что мы должны помнить нашу первую любовь, и для чего помнить, потому что всегда бывают дни, пока мы будем жить на этой земле, когда не всегда будет радостно, не всегда будет легко, и вот именно вот эти воспоминания позволят нам пройти все эти трудности. Но также в моем сердце горит, чтобы, знаете, все вот это, что происходит, Бог не просто так призвал нас, Он призвал нас, чтобы мы возвещали Его совершенство, иначе бы Он просто, когда призвал нас, все, мы покаялись, раз, ушли бы на небо. Если мы еще не на небе, значит, у нас должно в сердце гореть, гореть должен Его огонь, и мы должны постоянно помнить, для чего мы сейчас на этой земле, для чего мы должны что-то делать. Конечно, поклонение, общение с Богом без этого никак не получится, потому что Бог создал человека для этого, чтобы иметь общение с ним. Как мы видим еще прямо в начале Библии, написано, что Бог вечером в прохладе дня спустился пообщаться с Адамом. То есть мы видим, что человек был создан на общение с Богом, и это наша самая главная цель. Но не забывайте, что есть очень много людей, которых смерти Бог не хочет. Он хочет, чтобы всякий грешник, он просто покаялся и пришел бы в это же общение, потому что это создание Божье. И поэтому нам нужно, знаете, трудиться, нам нужно есть вещи, которые на жертве строятся. И даже Бог послал Сына Своего, пожертвовал. Иисус пришел и ради нас пошел на жертву, и поэтому у нас должно быть жертвенное сердце. И все это, конечно же, приходит к нам характер Божий именно. Когда мы проводим часы в молитве, тогда нам открывается характер Божий. Тогда мы понимаем, что мы сами должны меняться и становиться похожими на Иисуса. И все это ради того, чтобы много людей еще бы попали на небо. Аминь. Не забывайте главную вот эту, как бы для чего мы находимся здесь, для чего мы вообще живем. А то было бы очень скучно, и как-то жить ради чего. Вы представляете, мирские люди живут там, работают весь день, еще что-то. Ради чего? А мы, как бы, мы очень счастливые люди. Потому что у нас есть Бог, потому что у нас есть будущее. Сейчас, в это время, знаете, люди боятся летать на самолетах. А нам не страшно. Потому что, как Павел говорит, смерть для нас будет приобретением. И, знаете, когда ты понимаешь, что это не просто слова, а вот у тебя внутри это, ты не боишься, ты готов ради Бога, и ты понимаешь, что это для тебя будет приобретением. Ты понимаешь, какой ты счастливый человек. Потому что Бог освободил нас от страха смерти. Самое главное. И дал нам дерзновение возвещать Его истину. Поэтому все, что здесь происходит, я не знаю, я очень рад, что я попал сюда. И, может быть, так коротко, чуть-чуть поделился. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok